Здарова всем! Ну что, наверное, все-таки кто-то меня сглазил. Обиделся кто-то из-за того, что долго ролики не выходили. Ну вот, сценик наконец-то начал капризничать. И без каких-либо симптомов отказал электроручник. И что вообще произошло? Подъехал к дому, поставил на ручник, ручник затянулся, открыл двери гаража, заехал в гараж. Ручник, кстати, автоматически снялся. Когда заехал в гараж, потянул за ручку, выскочила ошибка. Там файл паркинг, там сервис, треугольник, стоп. Короче, выскочило полностью, все, что можно. Ну и, понятное дело, первым делом я ЛМ-ку подключил, ПРН, почитал ошибки, было три ошибки, я сейчас фотки вставлю. Крему скинул, проверил предохранитель. В общем, электроручник ухана не работает. Кинул скриншоты фоток из Пирена. Спасибо сразу, там первым открытался Вадим Коваленко. И да, я уже помониторил интернет, и проблема 99% в реле, которое находится на плате блока электроручника. То есть, надо блок снимать, надо его разбирать и перепаивать данное реле, чем мы с вами в будущем и займемся. Пока же наша задача добраться до предохранителя и его отключить, чтобы у нас на панели не горели никакие ошибки. Просто-напросто ручник у нас временно умрет. Ну, давайте, так сказать, восстановим картину, как все происходило. Запустил автомобиль. В общем, все у нас, никаких тут ошибок нету. Блин, ни хрена себе, как оно, пыль эта вся отсвечивается. В общем, никаких ошибок, как видим, нету. Только автосвет у меня отключен. Это вот активное сообщение. И все. Здесь лампочка не горит. Все нормально. Если бы у нас был включен летний режим работы электроручника, то есть, чтобы он автоматом становился, когда мы заглушим автомобиль, у нас будет ошибка всегда выскакивать. Даже если мы предохранитель достанем, все равно при глушении будет писать lock parking brake. Было у меня когда-то такое блок ручника, кстати. Я снимал в 2015 году, когда приобрел данный автомобиль. В общем, заехал я в гараж. Потянул я за ручку, потому что у меня автопостановка отключена. И что мы увидели? Тянем за ручку. Вот это ж... Короче, ребята, я не знаю, что с ним произошло. О, все. Попробовал он встать и отключился. Сами вы видели. И вот выскочил паркинг brake fault. В общем, все. Светится у нас сервис, светится у нас треугольник. Ну, то есть, видим, что один раз ручник сработал. Возможно, что он настыл просто-напросто реле, стыло. Я не знаю, с чем это связано. Но вот один раз сработал и опять выскочила такая шляпа. Все, здесь у нас моргает. И видим, пытаемся снять. Он сразу пишет parking brake fault. То есть, все, он теперь уже вообще никак на кнопку не реагирует. Пробуем тронуться. Автомобиль у нас трогается. Но светится сразу паркинг, brake fault и светится стоп. Вот, видим, что... Ну, не клинит ни суппорта, ничего. А у некоторых это реле выходит из строя тогда, когда автомобиль стоял на ручнике. И приходится аварийно его отключать аварийным тросом. Ну, ручник, разводить колодки, тросы. Ну, и теперь покажу, что по диагностике показывают. ЕЛМ-ка стоит. Сейчас мы с вами врубим зажигание. Засунули карточку, нажимаем кнопочку. Ещё раз. Всё, включилось у нас зажигание. Переходим на запись с камеры телефона. Сейчас включим PIREN. Ну, мне можно и по пайклипам, но мне PIREN как-то удобнее. И посмотрим опять, какая же это выскочила ошибка. Пирен. Пирен. Старт. OBD2. Так как кэш я и файл SAVET ECUS не удалял, у меня выскочили сразу мои блоки. Делаем RESCAN. 10. Старт. Ну, и сейчас этот момент я промотаю, чтобы не затягивать время. Всё, у нас обновились блоки. Видим по стояночному тормозу две ошибки. Нажимаем 7. И открываем данный блок. Нажимаем 1. И видим, какие у нас активные ошибки. Вернее, одна ошибка в памяти, вторая активна. Первая – это электродвигатель привода стояночного тормоза. Один DEV есть. Есть – это значит активная ошибка. И вторая блокировка 2 DEV запомнена в памяти. Давайте сразу посмотрим та, которая запомнилась в памяти двойку. Ну, эту блокировку. Так, блокировка 2 DEV. Ну, она сразу идёт расшифровка. То есть, сама ошибка DEV 0.49 блокировка, а расшифровка её 2 DEV. 2 DEV – это у нас номинальное значение сжатия недостигнутое. То есть, ручник у нас, грубо говоря, не сработал. Всё тут понятно. Выходим. Нажимаем 1. Проверим расшифровку первой ошибки. Электродвигатель привода стояночного тормоза. Здесь у нас 1 DEV и расшифровка только одна. 1 DEV – это неисправная работа внутренней электронной схемы. Ну, и как я уже сказал, как написал Вадим Коваленко, что 99% – это ошибка происходит из-за того, что выходит из строя реле, который находится на плате блока ручника. Вот, в принципе, и всё. Всё, придётся снимать электронный блок. Другого, как говорится, выхода нет. Попробуем стереть ошибки, хотя это нам ничего не даст, сотрётся только одна блокировка. Но, тем не менее. Всё, выходим из Пирена. Теперь, понятное дело, что какое-то время придётся поездить без ручника, потому что вот всю минуту я его не отремонтирую. Для того, чтобы ничего у нас не пищало, не бесили нас вот эти сервисы, треугольники, надписи, мы с вами отключим предохранитель, достанем. Предохранитель на ручник находится у нас не здесь, на привычном месте, а он у нас находится вот под этим ящиком. Сейчас мы его с вами будем доставать. Чтобы достать этот ящик, нам понадобится отвёртка, ну или что-то, чтобы... Нам вот здесь вот есть по бокам вот такие вот фиксаторы. И нам эти фиксаторы надо убрать, типа как... Сейчас я вам постараюсь. Давайте фонарик включим. Нам их типа надо как убрать. Всё, получилось. Вот видим, здесь вот находится такой вот фиксатор. И вот верточкой так подзем и у нас вот одна сторона освобождается и легко освобождается вторая сторона. Всё. Ну вот эти фиксаторы, их надо вот сюда вот отогнуть. Теперь, что делаем? Вот так у нас выглядит пространство под сидением. Это идёт воздуховодок к задним, к ногам задних пассажиров. И вот здесь у нас находится вот такой блочок, на котором расположена релюшка. И сколько здесь? Четыре предохранителя. Один там он спрятался. Вот у нас тут четыре штуки. Что это за предохранитель? Вот расшифровочка. Реле у нас. Это у нас реле потребитель электроэнергии питания предохранитель 2, 4, 5, 6. Первый предохранитель предохранитель автоматического стояночного тормоза. Он у нас под номером 1. То есть это вот этот предохранитель. Он у нас расположен... Вон он беленький. А он тут единственный 25, остальные десятки. Второй предохранитель. Это обогрева сидений водителя и пассажира. Но у меня данной функции нету, поэтому там место пустое. Третий не используется. Четвёртый предохранитель розетки потребитель электроэнергии на консоли электродвигателя, блокировки консоли, фонаря, подсветки центрального щитового ящика. Пятый это у нас предохранитель розетки потребителя для второго ряда. И это для первого ряда. У меня, кстати, вот эти два предохранителя были сгарены. Две десятки я их заодно поменял. А куда я пинцет дел? Так, ладно. Пинцет я не знаю куда дел, поэтому будем использовать вот эту вот фигню. Вот. Сейчас вот этой штукой достанем предохранитель. Готово. Вот наш предохранитель. И вам сейчас покажу. Закроем все двери. Вот. И видим, что теперь у нас никакие паркинг-брейки, шибки не светятся. И кнопка у нас тоже не работает. То есть, в принципе, без предохранителя можно какое-то время покататься. Запустил двигатель и горит чек паркинг-брейк. Поэтому сейчас заглушим, подключим опять пирены. Я уже не буду это снимать. И ошибку просто-напросто эту удалим, чтобы у нас ничего не светилось. Короче, проблемка. Если достаешь предохранитель, то при глушении автомобиля выбиваю чек паркинг-брейк. И выскакивает сразу ошибка с треугольником. И начинает пищать, пусть будет постоянно. Без предохранителя поменять конфигурацию автомобиля на климат холодный невозможно. Он просто-напросто не меняется. Пирен выдает ошибку. Поэтому что сделал? Сделал. Поудалял ошибки. Видим, дверь открываем. Сразу пишет блок паркинг-брейк. Типа, что автомобиль не установили наручный тормоз. Но ошибки никакие не выскакивают. Только начинаешь двигаться, ошибка эта пропадет. Ну, не ошибка, это типа как сообщение. Поэтому придется ездить пока так. Ни в коем случае не затягивать кнопку. Возможно, завтра постараюсь блок ручника снять. Сегодня уже поздно. Сегодня полдевятого. Блин, да и на завтра у меня планов ну, это самое, намечено конкретно. Завтра надо на рабочем Ларгусе с отцом хотим термостат поменять. Заменили радиатор. Думали, ну, это не мы меняли радиатор, в автосервисе меняли. Ларгус греется. Кипит. Не то, что греется, кипит. В Ларгусе мотор такой же, как у меня, К4М. Там стоит силуминовый корпус, такой, как я себе поставил. Так вот, радиатор там тек. Думали, что проблему в радиаторе. Заменили радиатор, но автомобиль продолжает греться. По трассе нормально вроде. А вот, когда начинаешь на первой там сунутся, вообще, выскакивает шесть этих, ну, делений. Там, в Ларгусе приборка другая. Так вот, на завтра запланировали поменять термостат. Я вам хотел ролик снять. Ну, у кого К4М, будет полезно посмотреть. Ну, и придется. А, ну, и на завтра планировал у себя фары пополировать. Купил сегодня полироль. Купил наждачку. Блин. Короче, завтра еще одна будет работа. Это снять трос ручника. Ну, трос, блок ручника. А с тросами, понятное дело. И все это дело разобрать. В общем, ребята, на завтра. Работы выше крыши. Главное, чтобы все получилось. И памяти в телефоне хватило. Ладно, погнали домой. Будем отдыхать. Сегодня целый день детям уделил. И на бассейн свозил. На каких-то там роботов свозил. Провели интересный день. А я еще по трассе еду. И обгонял грандсценника третьего. И жене говорю. Блин, надо, наверное, своего уже подменить. Купить его, хотя бы себе третьего гранда. Короче, походу мой обиделся. Приехал домой. А, ты думаешь так про меня? Да кнать. Получи, распишись. Ладно, ничего страшного. Как говорится, что как-то там простому человеку горя, то блогеру контент. Ну и смотрите, как выглядит руль без чехла. Он у меня вообще целехиник. Но сегодня салфетками заколебался его чистить. Он до такой степени грязный был. Ну и да, действительно, блин, без чехла намного приятнее ехать. Руль даже как-то лучше крутится. Не будем применять этот колхоз. Придачу, что... Для кого и правда его беречь. Надо самому кататься, самому получать удовольствие. Ну а руль у меня нормально. Вот это надо еще пооттирать, потому что тут где шел чехол, тут вообще как замусолилось, потому что пальцы постоянно держишь. Так, ну никаких ни дыр, нигде на нем нету. Руль, ну не в идеале, но в отличном состоянии, в хорошем. Все, погнали домой. Всем спасибо за просмотр. Это первая часть. Завтра будем снимать блог. Все обязательно покажу. Всем пока. Все вам самого наилучшего. Мира, здоровья, удачи. И до скорых встреч. Пока.